Борьба за выживание. Несколько десятков лет жители деревни Лабожская просили помощи в возведении фермы. И вот свершилось. Средство на стройку в размере 50 миллионов рублей обеспечил Заполярный район. Тему продолжит Наталья Дуркина. Гнилой брус, потолок в плесени, крыша превратилась в решето. Это не заброшенное здание, а функционирующая ферма. Уже больше 20 лет работники своими силами пытаются решить проблемы. Брёвна, доски и весь подручный материал несут из дома. Во-первых, это дожди. Крыша потому что дырявая, она вся на подпорах, она вся провисла. Столбы, которые вы видите, вот эти все столбы, они просто падают с кирпичами. В этом году весной вот этот щит вместе с кирпичами упал на дежурную и на телят. Могло бы и дежурную, живых не быть, и скот. Это не один еще столб, их много тут столбов, которые просто рушатся, все рушится. Надеялись на кирпичную стену, которая сдержит здание. Впрочем, и та уже стала сдавать позиции. Рабочие, как могут, пытаются остановить процесс разрушения. Вот эта стена, она просто падает. Она падает, она рушится. А это основная стена, которая держит вот это все. Здесь все на подпорах. Все везде подпорах. Вот эти двери надо ремонтировать. Прогнившие двери, которые разделяют кормоцех от производственного, еле держатся на петлях. Работники неоднократно просили выделить материал для замены. Однако до сих пор ждут обещанного. Как бы ни старались рабочие излатать дыры в крыше, все тщетно. Дождь попадает в здание, отчего и работники фермы, и скот постоянно болеют. Зимой дело обстоит еще хуже. Снег с крыши ползает, скидываем, потому что в прошлом году крыша провалилась. А если крыша провалится, то упадет весь потолок. Вот и ползаем тихонько на свой страх. И рысь, скидываем снег, скотываем, чтобы он крыши выдержал. Потому что больше не знаю, как тут. Если вот сами сейчас видели, что тут творится. Телят, например, резали до такого, что шкура на полках оставалась. Потом как бы лечили, бывало такое. Они вот лежат теленок, часа за полтора, он просто промерзает и все. Вот дежурные ходят, но где-то кипятком поливаем, чтобы лед вот этот дошел. На ферме рабочие построили своими силами две клетки специально для молодняка. Ведь зимы в регионе суровые, а на ферме никакого отопления нет. Вот именно в таких клетках зимой держат по 11-12 телят, чтобы они не замерзли. Всего на ферме 61 теленок. Из них до года 36, старше 25. Вместе со взрослыми 97. Здесь делают вкуснейшее, по словам местных жителей, масло, творог, молоко. У нас ведь продукция хорошая, у нас спросом пользуются. Масло вкусно, молоко у нас замечательно, творог, сметана. А вот видимо, ну видимо в городе никому это не надо, наверное. И молодежь скоро убежит. Правда, бежать некуда. Сами знаете сейчас, какая жизнь тяжелая. А вот да, молодежи, получается, обещали места на новой ферме. Да, да, у нас ведь много молодежи. Еще даже с города, который Лапожский, на Венмаре живут, вот тут одна семья есть. Они сказали, говорит, была бы работа, хорошая работа, должность, допустим, даже ферма теплая. Мы вот приехали всей семьей, они даже здесь дом купили. А куда поедешь? Куда поедешь? В таких условиях вот работаем. С визитом в Лапожской неоднократно приезжали представители власти. Осматривали ферму, принимали решение о строительстве новой. Вопрос, как оказалось тогда, сдвинулся с мертвой точки. Это обещать все обещали, все обещали, что ферма будет, все. А земля-то, говорю, была, земля была не оформлена, долго ее оформляли. Это все протянулось. Когда все оформили, с подрядчиком начались проблемы, надо, значит, чтобы была какая-то предоплата. Ну, сделали предоплату. А время-то упущено, время упущено. Сейчас ждем, когда будет засыпка, привезут должны песок и щебень. А когда он будет? А уже скоро, сейчас сентябрь пройдет, а там будут уже заморозки, там шубу понесет. Не фермы и останемся мы в этом разбитом корыте. У нас не тележи, у нас вообще ничего нет. Самодельные кормушки и телега, устаревшее оборудование – все это заменят на новое. Будущая ферма будет построена из сэндвич-панелей, что обеспечит тепло как для работников, так и для скота. Ферма новая будет строиться. На площадке департамента совместно с администрацией Заполярного района проведено совещание, впоследствии выездное совещание на ферму. Есть инвестор, который построит здание новой фермы на оптимальное по составу количество голов. Данная стройка обеспечена бюджетом администрации Заполярного района, деньги предусмотрены, что позволяет гарантировать того, что после строительства эту ферму у инвесторов выкупят. Как пояснил Альберт Чебдаров, в деревне Лабожская внутренняя потребность в молочной продукции очень низкая. Именно поэтому было принято решение построить ферму на 50 голов. Подрядчик подписал контракт на выполнение работ еще в августе. Казалось, времени достаточно для того, чтобы завести материал. Тем не менее, строительство фермы перенесли на следующий год. Мы с депутатами планировали, что ферму построим в этом году. К сожалению, так получилось, что затянулись с разрешительными документами на поделение участка земельного. Потом пошли процедурные вопросы. И разрешение на строительство мы получили только в начале августа. Естественно, что в этом году мы ферму не успеваем строить. Поэтому с начала следующей навигации мы планируем, что в течение лета, осени ферма будет построена. Однако работники фермы переживают, что этой зимы ни здание, ни скот не переживут. А если упадет, кто за это отвечать будет? Все, сейчас больше никто не ездит, наверное, не приедут. Нету веры. Нету веры в людей уже. Нету веры в начальников. Они, ладно бы, они к нам не ездили, они же к нам приезжают, смотрят. Да-да-да, да-да-да, прошу, три года прошу, дайте тележку. Сорок голов у меня телят, утро-вечер. Представьте мне, сколько килограмм, сколько тонн мне надо вытаскать. Я вручную вытаскаю. В 21 веке живем, это же можно было спокойно подъехать, мне подвезти. Я не могу добиться, даже тележку не даю. Три года уже бьюсь, не, бесполезно. Привезем, привезем. Сейчас кричат, денег нету. К слову, районные власти не отказываются от помощи. Нужна заявка от владельца фермы – великовисочный животноводческий комплекс. Тогда материал доставят, и ферма сможет еще простоять год. Мы с депутатами всегда помогаем непосредственно работникам фермы, руководителям, с тем, чтобы производство могло работать в полную силу. Естественно, что в это время, если поступит заявка на ремонт фермы, естественно, мы дадим. Для этого нужно посуетиться руководителям, с тем, чтобы оформить, ну и в том числе и администрацию заполярного района, чтобы внести ее на октябрьскую сессию, чтобы мы могли принять это самое. На каком этапе в данный момент находится подготовка к строительству, к сожалению, не удалось узнать. Подрядчик категорически отказался от комментариев. Тяжело живем. Тяжело, больно, обидно. Самое большее – это обида. Лето осталось позади. Впереди суровая северная зима.